Подготовка к форуму «Возрождение фондока» и «Антигерой 2020-го». Медики города подвели итоги работы за прошлый год. Чем он запомнился? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Welcome to Russia, бонус за детей, прибавка к пенсии. Февраль принесет целый ряд изменений, что стоит знать белорусам. Большой разговор. В Могилеве прошла областная встреча участников Всебелорусского собрания. Все предусматривает рост благосостояния населения. Что еще обсуждали представители правительства? От картин до улев. На сегодняшний день мы ничем не отличаемся от каких-нибудь коммерческих, а может быть и иностранных предприятий. Как сказался инвестиционный проект на работе «Фондока» покажем. Уступи пешеходу. Госавтоинспекторы призывают к вежливости на дорогах. В 1838 водителя было привлечено к административной ответственности за непропуск пешеходов на пешеходных переходах. Какие правила спасают жизнь? Уголовное дело за штурм, перенос Каннского кинофестиваля и последняя роль. Ушел из жизни народный артист Василий Лановой. Какими картинами запомнилась легенда? До главного политического форума года остается всего 11 дней. В стране продолжают свою работу диалоговые площадки. Тем временем телеканал «Побруск-360» знакомит горожан с народными делегатами. Наш город на Всебелорусском собрании, напомним, представит 33 избранника. Максим Кембель обо всем по порядку. Главврач 7-й поликлиники Ирина Нецветаева презентует проект. Планируется, что уже в феврале здесь смогут проходить реабилитацию пациента, которые переболели коронавирусом. Кислородные коктейли, физиотерапия, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж и соляная капсула. Программу для каждого перенесшего COVID-19 разработают индивидуально. Будут учитываться противопоказания. Комплекс процедур станет санаторным аналогом в шаговой доступности. Здоровье горожан уверен и народный делегат. Тема номер один. 20-й год сложился так, что основная тема, основной повод и вопросы, которые обсуждаются и на кухне, и у друзей, и в коллективах, это вопросы инфекции COVID-19. Поэтому получилось так, что и наша основная профессиональная деятельность, и чисто гражданская позиция тут совпали. Мы стараемся сделать все, чтобы помощь была доступной, более качественной. И вот разработали систему реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, потому что таких, ну, к сожалению, в нашем районе тоже очень много людей. Для реабилитации пациентов в поликлинике есть и возможности, и ресурсы. Например, вот эта капсула – мини-аналог соляной пещеры, только для одного человека. Это простой и приятный способ укрепить иммунитет и предотвратить простуду. Полезна процедура при хронических болезнях, лороорганах и аллергиях. Такой соляной капсулы больше нет не то чтобы в городе, но и даже в области. Сейчас мы хотим ее использовать именно для лечения пациентов, перенесших пневмонии, ассоциированные с COVID-19. Социальная политика, образование, здравоохранение – эта тема волнует делегата Всебелорусского народного собрания в первую очередь. Однако последний вопрос по роду деятельности ближе всего. Руководить седьмой поликлиникой Ирина Несветаева без малого 15 лет. Свой трудовой путь начинала санитаркой в больнице имени Марзона. Это громадная честь, большущая ответственность. Но я вам скажу по секрету, что это еще исполнение моей давней-давней мечты. Я всегда интересовалась политикой, хотела быть в гуще событий. И с первого Белорусского собрания 1996 года по-хорошему, не по-злому, а по-хорошему завидовала людям, которые были делегатами вот такого большущего и важного для страны форума. Вот моя мечта сбылась. Я могу не только принять участие, но и ощутить то, что для меня очень важно, ощутить атмосферу этого собрания, поговорить с людьми в кулуарах, узнать, чем дышат представители других областей, найти что-то важное и полезное и для меня, и для всего нашего коллектива, для города Бавруйска. Большая задача 2021-го – это цифровизация здравоохранения. Эту идею озвучат и на Всебелорусском собрании. Создание единой электронной базы позволит улучшить работу медиков всей страны. Впрочем, единство в коллективе отмечает депутат Горсовета – признак успешности учреждения. Ведь не зря 2021-й назван годом народного единства. Ирина Михайловна достойный человек. Я работаю под ее началом на 15 лет. Ирина Михайловна очень требовательная. Она требует от каждого сотрудника обязательно профессионального роста, развития. Она создает одновременно и атмосферу и уюта в коллективе, и атмосферу взаимопомощи. Представители промышленности тоже собираются в Минск. Светлана Карпицкая в их числе. На деревообрабатывающий комбинат начальника Центральной лаборатории Фонока привела любовь к древесным нотам. Сегодня опытный специалист и по совместительству народный делегат и не представляет себя в другом амплуа. Следить за качеством сырья – главная задача. Хочется отметить, что у нас лаборатория аккредитована. И лаборатория участвует во всех производствах, на всех этапах производства, изготовления продукции. Начиная от входного контроля материалов, оканчивая испытаниями готовой продукции. Хочется отметить такие виды испытания, как определение формальдегида в клееной фанере, и определение радионуклида в древесине, и дозиметрический контроль. Без крепкого и профессионального коллектива ни о каком успехе речи быть и не может. Светлана Карпицкая уверяет, высокое звание делегата Народного Веча – заслуга всего фондока. Коллеги отвечают тем же поддержкой и восхищением. На Всебелорусском собрании делегат Карпицкой главным вопросом для себя ставит – поднятие престижа рабочих специальностей. От работников производства в основном зависит экономика нашей страны, а значит и благосостояние граждан в целом. Считаю, что нужно больше рассказывать о работниках, те, которые работают на заводах, в цехах, о рабочих династиях, о тех, кто всю жизнь посвятил себя любимому делу. Люди бы понимали, что для красивой жизни нужно трудиться. На повестке 6-го Всебелорусского собрания тем много – экономика, медицина, промышленность, сельское хозяйство. Большое внимание к сфере образования. От профессиональности последней зависит успешность первых. С такого тезиса начался наш диалог с учителем высшей категории, директором 31-й школы Татьяной Тихановской. Профессия самая, что у меня есть, прекрасная. Никогда не жалела о том, что я работаю в системе образования. Не стремилась к карьерному росту, но так получилось в жизни. Всегда хотела быть учителем высокого профессионального класса, быть добросовестным, ответственным, авторитетным. Главной своей гордостью руководитель учебного заведения считает успехи школы. Победы на Олимпиадах самого разного уровня, современное оснащение кабинетов, компьютеры, интерактивные доски. Сюда же можно отнести и классы профессиональной направленности. С 2018-го 31-я школа в четверке лидеров специального профильного образования в городе. Отсюда выходят будущие исследователи и правоведы. Учителя не скрывают. Огромная заслуга в этом директора. Во всех вопросах мы всегда чувствуем ее поддержку, заботу, даже можно сказать, любовь к своим подчиненным коллективам. Ну и за это время как бы ни разу не возникло мыслей смены своего рабочего места, потому что действительно работать очень легко. Кадры решают все. Уверена делегация Хановская, поэтому в центре ее внимания молодые педагоги. В частности, закрепление их на первом рабочем месте. Здесь же и вопросы жилья, оплаты труда и в целом помощь государства. На сегодня существует все-таки проблема компьютеризации учреждений образований. И не только, я думаю, нашей школы. Потому что в век современных информационных технологий на сегодня организовать на достойном уровне образовательный процесс уже невозможно. Без интернет-ресурса в каждом учебном классе должен быть интернет. В каждом учебном классе должен быть компьютер, либо интерактивные средства обучения. Венцом подготовки деликатов области на Всебелорусское собрание стала встреча в Могилеве. Здесь обсуждалась программа социально-экономического развития страны до 2025 года. Было отмечено, что направление проекта позволит всей стране в целом и каждому региону, в частности, двигаться вперед достаточно активно. Говоря о дальнейшем развитии Могилевской области, министр экономики подчеркнул, что необходимо узнать, на какие точки роста делаются ставки. Это позволит достаточно глубоко выявить проблематику региона и выйти на Всебелорусское народное собрание подготовленными. Каждый из министров выступили со своими программами, которые будут вынесены от профильных министерств на Всебелорусское народное собрание. Мы ознакомились с этими программами. В общем-то, все предусматривает рост благосостояния населения и улучшение социально-экономической обстановки в стране в целом. Также участники выдвинули и ряд собственных предложений, которые были собраны в том числе и во время диалоговых площадок. Напомним, 6-е Всебелорусское собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. В центре внимания программа социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. Максим Кемель, Мария Бересневич, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. Плюс к пенсии, база с незанятыми в экономике и надбавки для малышей. В Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Когда? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение связано с ростом средней зарплаты. Таким образом, сумма на первого малыша составит без малого 473 рубля. На второго и последующих – 540. На ребенка-инвалида – 608. Для исчисления пособия будет применен размер среднемесячной зарплаты за 4 квартал 2020-го. Это 1351 рубль. Беларусы уже с понедельника смогут въезжать на территорию России. Среди обязательных условий – использование определенных воздушных пунктов пропуска и наличие отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в специальном мобильном приложении. Всего для путешественников предусмотрено 20 аэропортов, в их числе Московские Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также воздушные гавани Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Владивостока, Новосибирска, Казани и некоторых других городов. Новые размеры бюджета прожиточного минимума установлены с 1 февраля по 30 апреля. Суммы вырастут, но незначительно. Средний показатель на душу населения составит 262 рубля в 87 копеек. С ноября по январь эта величина была чуть больше 258 рублей. Для трудоспособного населения БПМ вырастет до 290 рублей 71 копейки. Для пенсионеров 199 рублей 17 копеек. Для студентов он составит почти 253 рубля. В стране повышается ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров. Так, для лиц в возрасте от 75 до 80 лет надбавка составит свыше 49 рублей. Тем, кто старше 80 и инвалидам первой группы, добавят более 65 рублей. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей. Героев Беларуси, Советского Союза, социалистического труда, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья. 1 февраля будут обновлены сведения о незанятых в экономике белорусах. Тем из них, кто попадет в базу и у кого есть собственность и жилье, придется оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам. Список с нетрудоустроенными гражданами обновляется каждый квартал. Если человеку нужно предоставить соответствующим органам документы о том, что он работает или учится за границей, сделать это нужно до 21 апреля, 21 июля, 21 октября и 21 января соответственно. На повестке дня здравоохранения бобруйские медики подвели черту по 2020-м. Вспомнили и про коронавирус, но главное это люди, их здоровье и жизнь. Наши специалисты показали, они могут лечить даже в самых экстремальных условиях в помощь современной оборудования. Медицина – наше все. Это не просто громкая фраза, а реальность. Последний год стал настоящим испытанием для всей сферы здравоохранения. Врагом номером один был признан COVID-19. Если многие европейские страны пошли по пути локдаунов и различных карантинов, Беларусь выбрала иную стратегию. Без потрясений для экономики и людей. И мы справились, подтверждают многие авторитетные специалисты. Бобруйские врачи и по сей день сражаются за жизни в режиме 24 на 7. 2020 год, конечно, это сложный год в плане распространения COVID-инфекции. Но организовано все на самом высоком уровне и в области, и в том числе в Бобруйском регионе. Бобруйск с честью справился с этим видом инфекции. Бобруйская центральная больница – это основная больница показания данного вида медицинской помощи. Поэтому мы сегодня достойно оценили их результаты работы. Чтобы оказывать квалифицированную помощь, требуются современные учреждения. За прошедший год город может похвастаться новинками. Начинка в них – по последнему слову техники. В 2020 году совершенствовалась и укреплялась материальная техническая база учреждений здравоохранения нашего города и района. Всего было закуплено медицинского оборудования и других основных средств на сумму более 4 миллионов рублей. Приобретались автомобили для станции скорой и неотложной медицинской помощи, легковые автомобили в количестве четырех для наших учреждений здравоохранения, видеобронхоскопы, электрокардиографы. Государство – основной спонсор системы здравоохранения. Так, согласно указу президента номер 131 о материальном стимулировании работников здравоохранения, предусмотрено установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями. Также изменилась и законодательная база. Большое внимание государство уделяет системе здравоохранения. В позициях главы государства все необходимое, что нужно было для стабильной функционирования системы здравоохранения, в общем-то, со стороны государства было сделано. В 2020 году внестины изменения закона здравоохранения и показания психологической помощи. В общем-то, те направления, которые важны на сегодняшний день для стабильного функционирования системы здравоохранения нашли свое отражение. От докладов и статистики к благодарности. Цветы, грамоты, награды для лучших бобруйских медиков. На достигнутом, безусловно, никто останавливаться не собирается. Белорусская медицина и впредь будет развиваться. Главное – отвечать современным вызовам и беречь здоровье людей. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. От переработки древесины до создания высокохудожественной мебели. О продукции фондока знают не то чтобы белорусы, но даже и американцы. География поставок – четыре десятка стран. Тем не менее, еще пять лет назад предприятие находилось в плачевном состоянии. Как удалось исправить ситуацию и выйти на рельсы рентабельности – смотрите сейчас. Фондок – предприятие, которое ведет полную переработку древесины, лесозаготовка, разделка хлыстов, выпуск пиломатериалов, клееные фанеры, мебельных щитов, столярные плиты и изделий деревообработки. За последние пять лет на фабрике существенно улучшились условия труда. Линейка продукции бобруйского бренда широкая – от дверей бытовой мебели до картин из дерева и даже ульев. Так как наша продукция реализуется на экспорт, у нас действуют международные сертификаты. Один из них – это сертификат CARP, сертификат ЭПА. Недавно у нас получен еще один сертификат на фанеру клееную. Наша продукция реализуется более чем в 38 стран мира. Рынки – это рынки Польши, Румынии, США, Канады, Индии, Ирана. И этот круг расширяется, потому что наличие именно вот этих сертификатов позволяет расширять нам рынки сбыта. Однако известное предприятие едва не закрылось из-за неверно выбранной тактики. Один за другим останавливались производства, но во время принятые меры позволили реанимировать фабрику. На полную мощность заработали годами простаивавшие цеха. У руля стал новый руководитель. На тот период пришлось таки решать горящие задачи, то есть это решение какого-то финансового вопроса. Идти абсолютно на непопулярные меры. Это и сокращение численности, и уменьшение норм, и расценок, и так далее. Но поэтапно, потихоньку удалось ситуацию выправить. Ну а дальше уже с передачей функций управления Банкова развития, конечно, предприятие начало развиваться. И на сегодняшний день мы ничем не отличаемся от каких-нибудь коммерческих, а может быть иностранных предприятий и по уровню заработной платы, и по уровню отношения к работе, и по уровню выработки. В рамках инвестиционного проекта на Фондоке организовали производство пледы СП, модернизировали фанерное и лесопильное производство, построили и мини-ТЭЦ. Это позволило не только обеспечивать предприятие тепловой энергией, но и даже продавать ее соседям. Конечно, старый Фондок. Вы не представляете, какие старые дороги. Наш Фондок расположен на две части улицы Ленина. С одной части возили на санках лесовозы беломатериалы, в другую часть. Естественно, по дороге доски терялись, санки ломались. Это по всей территории. Возились опилки, по всей территории была пыль, опилки. И вот вы знаете, за последние пять лет наш Фондок не узнать. Я сейчас председатель Совета ветеранов, но когда приходят ветераны к нам, они смотрят и говорят, какой Фондок, какие бытовые условия, начиная даже с управления. Вот знаете, когда нам в управлении сделали хорошие бытовые условия, я всегда проводила Совет ветеранов, я говорила, сходите в туалет, посмотрите, какая там чистота. И туалетная бумага, и зеркало, и мыло. Такого не было. Модернизация всех производств снизила затраты на выпуск продукции на 24% и увеличила объем производства в три раза. Соответственно, выросла и заработная плата. В декабре 2020-го это 1062 рубля 50 копеек. Построили этот новый цех, сделали нам вентиляции, тепловизоры нам сделали, вентиляции везде, электронное оборудование, стружки, это клеевое отделение у нас. Все станки у нас новые, пресса новые, глушильное отделение у нас, линии вообще новые на компьютерном управлении, хошимоты у нас новые. Нам сейчас работает очень хорошо. И тепло в цеху, и вообще и заработок в нас устраивают. Сегодня фондок – это успешное предприятие, на счету которого территория в 44 гектара, 5 производств и 1200 работников. Пережив непростые времена, здесь ценят то, что имеют. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В период пандемии в мире увеличилось число случаев насилия в отношении женщин. По данным ООН, в ряде стран количество обращений на специальную горячую линию выросло в 5 раз. Домашнее насилие остается одним из самых распространенных и трудноискоренимых нарушений прав человека. Под этим понятием понимается не только избиение и сексуальное домогательство, но и психологический прессинг. Первый звоночек, отмечают специалисты, это когда не хочется идти домой. Очень важно, чтобы жертва понимала о том, что есть она в этом насилии, и тогда можно как-то строить работу. Вот как раз таки, когда физическое насилие, то, ну там где-то кто-то видит, да, синяки, кто-то как-то наталкивает на то, чтобы она обратилась за помощью. А когда человек находится в эмоциональном насилии, они всегда могут видеть даже о том, что действительно находится, ну, что у них есть такой вид насилия. Конкретно у нас есть кризисная комната, где женщина, если попала в беду, да, то есть она может помещаться туда с целью того, чтобы уйти от агрессора и почувствовать себя в безопасности. Как туда попасть? Можно позвонить в милицию, да, то есть обратиться в обычный номер и сказать о том, что я там подверглась насилию и хочу поместиться в кризисную комнату. После чего сотрудник милиции связывается конкретно с заведующим нашего отделения и помещает жертву в кризисную комнату. В первую очередь, если человек понимает о том, что, ну, диагностировал в себе, что он есть жертва, да, что что-то происходит в его жизни, и ему хочется что-то менять, стоит обратиться к специалистам, да, то есть, допустим, конкретно наш Первомайский район, да, то есть это будет номер телефона 72-73-77, да, и просто пригласить к телефону психолога. То есть, а дальше мы начнем с ним работу по индивидуальному плану. Как показывает практика, проблема домашнего насилия в Бобруйске тоже актуальна. За 2020-й только в Первомайский район за помощью к специалистам обратилась 101 жертва агрессора. Не пропустил пешехода – получил штраф. В центре внимания госавтоинспекторов – невежливые водители. В очередной рейд вместе с сотрудниками ГАИ отправился Максим Кембель. Экипаж ГАИ останавливает иномарку на российских номерах. Водитель не уступил дорогу пешеходу. Мужчина включает заднюю. Мол, не может быть, я же внимательно смотрел. Инспектор не преклонен. Видеозапись. Доказательство правонарушения. Тема пешеходов и водителей – одна из самых проблемных на дорогах города. За 2020-й произошло 26 таких ДТП. Пострадали 28 человек. 858 жителей привлечено к административной ответственности за отсутствие фликеров. 1838 водителя было привлечено к административной ответственности за непропуск пешеходов на пешеходных переходах. Как раз таки это и являлось одной из причин дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Пешеходы, к сожалению, тоже не всегда следуют букве закона. Перейти дорогу в неположенном месте – излюбленное нарушение. Здравствуйте. ГАИ города Багрузка, старший лиц Антелесонова. Где дорогу переходить надо? Алиби у мужчины – опоздание к стоматологу. Однако поспешишь – штраф получишь. На первый раз – предупреждение и памятка. Если вам свитер, подарок не нарушается больше, переходите, пожалуйста, к пешеходному переходу. Как признаются сами инспекторы, дешевле и безопаснее не нарушать ПДД. К сожалению, все правила написаны кровью. Непредоставление преимущества при управлении транспортным средством в первый раз от одной до пяти базовых личин. Если в течение года будет повторность, штраф предусмотрен от двух до восьми базовых личин. Подобные рейды госавтоинспекция проводит ежедневно. В центре внимания все участники дорожного движения. Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Экономический кризис, прощая легенды и протесты.ру. В России заводят новые уголовные дела. Сколько задержанных? Далее обзор громких мировых новостей. Итоги протестов. В российской столице московские суды в течение недели вынесли 154 решения об административных арестах и 354 постановления о штрафах за участие в незаконной субботней акции в поддержку Навального. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Однако, по данным полиции, в нем приняли участие около 4000 человек. Тем временем в Госдуме планируют увеличить штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции. Пока максимальное наказание за такие действия – 1500 российских рублей. Худшим за столетие нынешний экономический кризис назвал генеральный секретарь ООН. Глава объединенных наций отметил, сегодняшний мир можно описать одним словом – хрупкость. Как отмечают эксперты, пандемия сильнее ударила по развитым странам, которые приняли строгие карантинные меры в начале пандемии. Кроме того, борьба с коронавирусом нанесла сокрушительный удар по рынку труда. В прошлом году работы лишились 114 миллионов человек. Особенно пострадала сфера гостиничной и пищевой индустрии, а также производство и розничная торговля. В США новые уголовные дела против участников массовых беспорядков. Штаты установили личности почти 400 человек, причастных к штурму Капитолия 6 января. Возбуждено свыше 160 уголовных дел, 150 гражданам предъявлены обвинения. Большинство подозреваемых остаются под стражей. Им вменяют незаконное проникновение и кражу госсобственности. Одну из протестующих женщин охрана безо всякого повода застрелила на глазах у всех. О расследовании в этой связи ничего неизвестно. Печальная новость пришла из России. На неделе не стало великого актера, народного артиста СССР Василия Ланового. В начале января у него диагностировали коронавирус, от которого актер так и не оправился. Широкой публике он известен ролями в фильмах «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «17 мгновений весны» Анна Каренина. Карьера Ланового связана и с нашей страной. Он снимался в картине «Встреча на далеком Меридиане», которая была создана в коллаборации с «Беларусь» фильмом. Василию Лановому было 87 лет. Каннский кинофестиваль перенесен на июль, объявил оргкомитет. В то же время организаторы полны решимости устроить планетарного значения праздник. Как заявлено, показ будет проведен так или иначе. Каким образом решат проблему локдауна, пока неизвестно. За 75 лет своего существования фестиваль отменялся лишь в исключительных случаях. Например, в 1968-м он открылся, но был прерван из-за знаменитых студенческих бунтов. Коронавирус, однако, оказался страшнее революционных настроений. Такими уходящиеся мне увидели корреспонденты по происску 360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин